Дорогие мои подписчики, еще одно включение с Киевского стадиона Динамо имени Валерия Лобановского. И вы сейчас видите человека, который в футболе свой человек. Я не буду много его титулов называть Семен Альтман. И мне приятно, что это один из моих давних близких друзей. И я хочу сказать Семену, что сегодня мы на 14-м по счету турнире памяти Валерия Лобановского. Царство ему небесное. И спросить Семена, вот что для тебя это 14-й турнир памяти метро? Каждый турнир для меня это знаменательное событие. И я с удовольствием посещаю матчи этого турнира. Помню, как он зарождался. Сначала на уровне клубных команд, потом национальных. И вот последние годы он проводится на уровне молодежных команд. И вы знаете, наша сборная не так ли? За все время мы один раз только выигрывали этот турнир. Это говорит о силе соперников. Мы стараемся приглашать на этот турнир достойных соперников. И я всегда с удовольствием присутствую и смотрю за становлением нашей молодежной сборной. И слава Богу, что с удовольствием. И поэтому сегодня я поздравляю тебя с победой нашей сборной. Хочу, чтобы ты очень коротко охарактеризовал главного тренера этой сборной. Одного из тех, кому я симпатизируюсь его в футбольных времен, когда он играл у Васильевича. Это Александр Головко. Твоя точка зрения об этом человеке, который тебе, я думаю, близок духовно. Ну, безусловно. Могу сказать, что Александр Борисович на своем месте. И он давно работает в нашей системе национальных сборных. Работал с юношескими сборными. И вот сегодня он уже возглавляет молодежную сборную. Прогрессивный тренер. Я думаю, что будущее вот за такими тренерами. Наблюдая игру, когда видишь руку тренера в игре, а у него не так много времени и большая миграция состава, поэтому, как донести до футболистов свои идеи, чтобы получилась стройная игра. Вот в этом большая заслуга Александра Борисовича Головко. И я всегда тоже болею, переживаю за него, потому что, как вы правильно сказали, по духу он мне очень близок. Спасибо. На этой оптимистической ноте с традиционным пожеланием и Головко, и всем остальным сборным Украины все мячи в чужие ворота. Спасибо.